Здравствуйте! В эфире дежурный по городу, когда ответственная организация оставляет людей один на один с их проблемами. Что из этого получается? Покажем сегодня, ведь город имеет право знать. Шестая просека 157. На всех 14 этажах по стояку отсутствует горячее водоснабжение. Началось все 27 сентября вечером. Муж мылся в ванной, пошла из горячего крана холодная вода, отключили поздно вечером уже воду. Несколько дней проходит, обратились в ТСЖ к председателю, говорим, в чем дело. Проблема в квартире 47, 11 этаж. У него у хозяина потекла труба. То есть стояк потек, он позвонил председателю, естественно, председатель воду перекрыл. За несколько дней они сходили, слесарь ТСЖ сходил, посмотрел, сказал, случай очень серьезный. Перенесены все трубы абсолютно, стояк перенесен, какие-то там врезки, что-то там металлические трубы с медными трубами. В общем, слесарь ТСЖ сказал, я туда не полезу, пусть он находит слесаря, которому починит эту товарию, и сам пусть разбирается. Мы обращаемся на 11 этаж 47 квартиру, это как раз был конец сентября, начало октября, начало отопительного сезона. И он нам говорит, я не могу найти слесаря свободного, все заняты на подключении отопления, никто не может приехать. 27 числа будет 3 месяца, доходит почти 3 месяца. Я уже все инстанции оббила, я уже куда только, я говорю, я уже президенту написала. Все спустили в городскую администрацию, все спустили в областную администрацию, те, соответственно, в ГЖИ, ГЖИ полномочия отработали. Что они сделали, я не знаю. Ну просто ситуация, 3 месяца нет воды. Понимаете, у меня 3 месяца дети не могут помыться в ванной. Мы вот быстро через водонагреватель, мы быстро все моемся в душе, это нормально вообще. Вот за счет того, что у нас водонагреватель, мы нажгли 500 киловатт за месяц электроэнергии. Это по 3 рубля, это полторы тысячи, мы только за электроэнергию должны, понимаете. Я вот вчера посмотрела счетчик, за этот месяц то же самое. Если на ваше обращение не реагируют, пишите, звоните в нашу программу, и мы поможем вам быть услышанными.